привет всем любителям фиолетового цвета сегодня речь пойдет о моих фиолетовых тенях сегодня просто какой-то фиолетовый рай и первая палеточка которую я вам покажу это будет наверное мое такое вот разочарование не потому что мне не понравились тени а потому что фиолетовый здесь не очень-то и фиолетовый вот это минус 3 палетка мне по качеству она понравилась потому что вот сейчас я вам покажу здесь есть разные финиши вот как-то и разнообразие повседневный макияж и какие то вот такие вот акцентные цвета и такой вот топпер но топпер я вам скажу он со временем замыливается и набирается он хуже например у джеффри стар у bloodlust там топпер вот как-то хорошего качества намного лучше чем вот это вот палеткой палетки а здесь вот как-то он подкачал но он очень красивый очень поэтому эту палетку я все-таки люблю я пользуюсь ею но фиолетовый цвет здесь только один хотя когда и рекламировали там рассказывали фиолетовые цвета и все тра-та-та но как-то вот до фиолетовый который уходит вот такой вот в красненький или в розовенький да что то такое вот поэтому этим они меня расстроили но не качеством качество здесь достойное хорошие мне нравится вообще мне палетки от Venus понравились честно так далее я вам расскажу сейчас покажу слой чушь набрала а и кстати девочки об этом оттенке когда ты его уложишь на черный карандаш он дает синий да такой прикол вообще очень красиво смотрится вышло это неожиданно но получилось красиво далее вот таких вот моих старых тенюшках вот буржуа это коллекция как она называется smoky stories я купила их три и вот когда я купила вот эту вот третью потому что я хотелось купить всю коллекцию но потом вот как-то девочки да это качество мне не понравилось чем она намного хуже чем вот это вот rose smoky stories это какая когда на розовый ага over rose вот это вот хорошего качества а здесь оно хуже во первых эти два цвета они практически не отличаются этот вот розовый он как-то вообще не выделяется и ничем там по мне высветили ну как-то вот девочки посредственно очень посредственно как-то если здесь они на пальце еще хоть как-то девочки отличается видите пигментация это такое знаете на повседневную основу но учтите что эти два цвета они не отличаются вот поэтому после этой палетки я перестала смотреть сторону smoky stories от буржуа так далее покажу вам вот такую вот лиловую от catrice здесь такая вот дешевая упаковочка девочка она уже затерлась почему у меня сегодня хорошее настроение фиолетовые оттенки я обожаю люблю и вообще не представляю как я могу жить без них я еще и фиолетовые помады люблю да но как-то вот в жизни знаете фиолетовые помады они как-то не очень даже всегда вот задумываешься а что подумает о тебе вот люди на хотя вот какая разница что они подумают но все равно как вот печалишься а что там а как там а как посмотрят а как примут и поэтому вот все таки фиолетовыми помадами я крашусь дома да так и не решаясь вот такая вот палетка она тоже девочки посрединная основа ничего там не пылит ничего там все это полупрозрачно красиво смотрится на глазах поэтому вот если вам хочется чего-то такого девичьего да нежного вот просто что-то там вот какой-то вот легкий оттеночек довольно неплохо здесь очень хорошие вот такие оттеночки светлые для высветления вообще они очень красивые и фиолетовые такой вот тоже толповый оттенок посмотрите неплохого качества палетка мне она нравится вот иногда когда у меня настроение я с удовольствием пользуюсь этой палеткой далее вот у меня такую какую же вам показать вот такую вот покажу это у меня такой вот пончик эта палетка она не самостоятельная здесь нет матовых все такие вот какие-то недометаллики или на полу сатин что-то такое вот среднее но здесь вы знаете есть красивые цвета вот и если хорошо так с ней позаморачиваться она еще и вам вот есть что сказать этой палетке но заморочиться придется она мне более понравилась чем мне понравилась хотя я брала и просто брала из вот такого вот оформления кстати вот это вот все осыпается все по сумочке все кругом что-то мне ну наверное просто кушать захотелось да я купила себе вот такой вот пончик калорий не придает а все-таки глаз радует как-то вот и поэтому купила но она мне не расстроила тоже я ее по скидке покупала вообще что-то там за дешево и оттеночки есть повторюсь такие знаете вот красивые тоже они где-то вот с катрис на одном вот уровне это где-то они братик сестричка может сестричка сестричка решайте сами так далее девочки конечно это не все покажу вам вот такую вот палетку от деланси здесь тоже есть такие вот фиолетовые оттеночки очень красивый вот этот вот но они более уходят в теплинку здесь конечно пигментация здесь пигментация вообще круто это палетка мне понравилось если вы хотите что-то вот заказать с алиэкспресс и задумываетесь над этой палеткой покупать потому что качество здесь реально вот хорошее все оттенки в этой палетке рабочие но конечно кроме вот этого вот клитора он такой странненький конечно именно каждый день его тоже на глаза вот наносила и ничего он мне не сделал но вот знаете в ютубе такие страхи рассказывают что я все таки вот с опаской наношу очень боятся а рук и роблять все равно же понимаешь она рассказывая не рассказывая но она не доходит пока ты сам с этим не столкнешься она не дойдет нет поэтому я наношу потому что уж очень это красиво вот они конечно блесточки там они дешевенькие но все равно переливается так для какого-то знаете такого сойдет вечера это у меня палетка нарвина от анастасии баверли хиллс как я ее хотела вот это просто это недостанная ночь потому что я все думала об этой палетке там же как сказали вот есть фиолетовые цвета все все понимаете это все вот на сайте смотрела страшно было заказывать это мои первые заказывают с иностранных сайтов в итоге оказалось что конечно фиолетового здесь как-то вот и немного вот этот вот очень красивый оттенок но понимаете вот есть он грязноватый такой у наблый блоссом да как она куда я засунула не знаю девочки у наблый есть намного красивее этот цвет поэтому если вот девочки такие вот с холодным потончиком светленькие мне кажется лучше приглядывайтесь к набле потому что вот я купила и многие цвета они на мне очень некрасиво смотрятся невыигрышно хотя вот оттенки но ну что там говорить да они красиво они переливаются вот понимаете красиво но но не моя вообще не моя палетка и вот посмотрите ну залапала уже вот это вот бархатное оформление оно и красиво но она так марается я постоянно ношу и вот это вот коробки потому что боюсь ее залапать понимаете вот постоянно стараюсь слежу но нам не уже честно достала постоянно в этой коробке и суешь просто уже достала далее у меня вот покажу две палетки от бренда nix первую я купила себе вот такой вот mystic petals ой как она мне понравилась я и еще и по скидке это же просто ну это такая бомба здесь очень красивая вот вот эти вот цвета ну просто просто песня вот посмотрите и здесь и пигментации все таки переливается но насколько это все красиво и я сразу вот на сайт и заказала себе девочка вот это вот очень хорошего качества пигментация хорошая удачная палетка заказала себе еще шифтору и понимаете вот это вот как она мальчик вот это вот и здесь и хайлайтер во первых видите она на 360 градусов не открывается вот это вот максимум ее поэтому неудобно она очень плохая вот пигментация в ней очень плохая она мне знаете вот напоминает картину которая висит вот на стене и вот спрашивает такая безобразная картина а чё ты не выбрасываешь то потому что у меня на стене дыра да эта картина вот закрывает просто огромную дыру в стене вот это у меня она просто вот лежит она красивая вот как на нее смотришь она красивая но во первых оттенки здесь замылились ну посмотрите вот ты там тыкаешь набираешь набираешь это насколько полупрозрачно это ну вообще видите ничего не видно практически вообще эти румяна ну что реально они здесь хорошая пигментация у них ну что девочки реально будете вот так вот морфуши можете стать потому что не растушевала тушица не не так-то и просто то есть здесь ты морфуши сюда ты нанесла какую-то вот муку непонятную вот такую вот и пошла непонятно куда и непонятно зачем а сами тени плохая пигментация есть оттенки лучше пигментация есть хуже но общее впечатление это просто картина никому не нужная которая просто вот закрывает какие-то вот дыры ну вот так вот если на нее смотреть она красивая задумка неплохая если бы качестве не подкачала да далее расскажу вам наверное вот такой вот палетки reloaded от make up revolution вот так она выглядит и что вам хочу сказать fashion for color купила я потому что вот она такая красивая яркая красочная здесь вот есть тоже фиолетовые оттенки но они девочки быстро вот замылились и кстати многие вот девчонки тоже рассказывают что именно вот эти вот цвета которые замылились у меня они у них тоже вот в плохом состоянии и они стали хуже набираться поэтому качество здесь тоже вот неровно есть оттенки которые вот хорошо прям набирается а есть которые ну вообще этот вот более в синевую дает этот вот фиолетовый такой палетка неплохая но с ней нужно пахать к ней нужно приноровняться нужно вот на подложке ложить поэтому я пользуюсь этой палеточка очень редко она знаете у меня больше как-то вот напоминает вот платье думаю девочки у каждой есть такое или платье или какая-то такая вещь которая вот лежит без дела и мы думаем вот и похудею потом одену это платье чко или воду и может когда-то вот придет время я что-то вот использую из этой палетки вот такая же история вообще-то она лежит у меня без дела пока что ну хотя возможно таки ее время когда-то и придет далее у меня еще такая вот палетка от флормар тоже неплохого качества здесь нет девочки матовых поэтому вот если нужна форма до для построения нужно вот идти за другой какой-то палетка здесь такие вот сотенчики ну тоже знаете такая пигментация средненькая этот вот синий красиво может пятнить потом ну и фиолетовые такие вот тоже средней пигментации поэтому вот такая в общем в общем неплохо но это не то зачем нужно гоняться и всякое такое вот такая вот тоже палетка вайлы от айлаф revolution она тоже по скидке шла очень большой вот я ее купила она должна вообще-то напоминать нарвину да ну нет она не напоминать нарвин кстати вот здесь она мне подходит по цветам больше даже чем нарвина они как-то вот не выглядят на моей коже как-то инородно и грязно вот пигментация здесь тоже девочки как у revolution то есть есть оттенки с которыми нужно поиграться есть оттеночки которые спасибо мы поэтому качество здесь разные но палетка мне больше понравилось чем не понравилось да очень неплохо потом из старичков у меня вот такая вот палетка на 9 от отелье и купила себе новую т-30 они разные значит чем это более такая вот синего отдает это более фиолетовый обе палетки очень красиво я их очень люблю здесь она идет какой матовая а здесь они добавляют вот какую-то непонятную форму не до сатин не долг как это не знаю что такое какой-то и не топпер вот я не знаю что это такое вообще он как-то и не то перед и не веселит и не высветляет ну как-то вот что-то такое знаете такое вот непонятное что касается фиолетовых фиолетовых ну конечно что там говорить об ателье да это хорошо это надежно да вот такая вот палетка не ну красивая вообще красиво не знаю какую бы я выбрала вот если бы я сейчас попользовалась наверное все таки вот а обе такие взяла бы обе я не выбираю и не умею выбирать не знаю как как другие вообще девчонки выбирают я не знаю как как это реально это реально выбирать я не могу не могу просто и так красиво это не знаю как можно выбирать вот среди фиолетовых оттенков если они все красивые они все разные вот кому-то может показаться что они все одинаковые нет нет девочки они разные конечно разные потом у меня вот такой вот от бальзам по качеству они с ателье похожи но здесь вот такой вот очень красивый оттенок а это такая какая-то лаванда я не знаю я нигде такую лаванду не находила очень красивый жаль его плохо видно но на глаза он хорошо передается вот этот вот темный тоже нереально красивый эти он тоже очень такой пигментированный хорошо так ложится ну крутой оттенок вообще эту палетку вот тоже маленькую эту вот трешечку я очень полюбила 682 это кашемир линейка кашемир тоже хорошая из недавних моих покупок еще вот покажу вот такой that's my jam здесь идет девочки более уже такой тепленький потончик у теней нереально красивая тоже палетка вообще ну класс просто класс здесь вот это вот знаете холодный оттеночек а вот этот вот и он идет такое в краснинку что такое же потеплее но оттенки здесь и качество теней реально крутое и и запах ой запах это что-то вот чтобы ее открыть и не понюхать это нереально вообще это нереально доставляет много удовольствия не эта палетка и запах тоже вот просто круто далее вот такая вот палетка спотлайт от you can be это я брала с алиэкспресс ну это палетка вообще я ее полюбила я ей довольна на все сто ой что-то я сделала чушь чуть там трещит в общем палетка очень красивая и здесь все оттенки кроме фиолетового ряда отличные а фиолетовый ряд к сожалению девочки к сожалению поэтому кто присматривается вот к этой палетке именно ради фиолетового ряда не смотрите в эту сторону смотрите какую-то другую потому что здесь к сожалению они и замыливаются неплохо набираются вообще ну есть есть которые вот можно набрать но это ну 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 нет она того не стоит нет ради фиолетового ряда вот эту вот палетку не берите потому что удовольствие никакого она вам не принесет но остальные оттеночки они здесь есть неповторимые и очень красивый очень я довольна что я купила эту палетку но к сожалению фиолетовый ряд меня очень девочки расстроил очень далее появилась вот такая вот naked ultraviolet ну конечно как любитель фиолетовых оттенков вот я смотрела обзоры что не все были довольны я купила все равно ее здесь есть половина фиолетовый вот такой вот ряд фиолетово-розовый ну и второй ряд это более такой повседневный носильный ну знаете что хочу сказать палетка меня не то что расстроила она меня просто убила поперва потому что я не готова была к тому что вот нам дал производитель я привыкла к одному понимаете а тут вот нате вам пожалуйста они полупрозрачные но поначалу это меня убивало сейчас девочки вполне у меня уже устраивает такой вариант есть у меня любимые оттенки это конечно вот такой вот сейчас я вам наберу все здесь фиолетовые принципе это все и такой вот красивый розовый его тоже наберу он холодный красивый оттенок но на глазах это все вот полупрозрачно оттенки для затемнение да они затемняют но все остальные они полупрозрачные я просто не была готова к полупрозрачности вот и все но сейчас я уже привыкла к этим сатинчиком уже они меня вообще не расстраивает иногда даже и радовать потому что макияж именно носить одно удовольствие очень быстро вот раз раз и пошла себе далее вот такая вот палетка мини брейка джеффри старт смотрите тоже очень красиво это палетка ой чуть не уронил мне она напоминает знаете вот туфли дорогие которые вот у меня есть туфли на платформе проблема в том что на платформе я ходить не умею я боюсь но они мне так понравились что я их купила и вот девочки хожу я понимаете если только с кем-то если держаться вот под ручку тогда да да я выйду это все и красиво и вот замечательно но все равно страшно а эта палетка она яркая поэтому не на каждый день и она ну в общем она подходит к случае но качество здесь неплохое и оттенки есть красивые вот посмотрите пигментацию urban decay да и посмотрите вот эту вот здесь я поднаслаивала здесь у нас один свайп сразу видно но это это я ее обе люблю но это более такой вот не на каждый день более такой праздничный вариант если любите яркие оттенки и вас это вот не стремает тогда берите и чё там никто не запрещает а вот это вот она более такая повседневный вариант поэтому вот девочки присматривайтесь потом у меня такая еще color pop здесь тоже но такой фиолетовый ряд есть девочки который ну наверно нигде нет вообще ой он такой красивый я сейчас наберу этот оттенок у меня что-то я его такое сделаем у меня как-то вот видите короче я чем-то ткнула расстроилась вообще потому что оттенки нереально красиво не так блестят здесь девочки и матовые вот с финишами разными то есть и с блёсточками без блёсточек и сатины и металлики есть блестки в этой палетке но фиолетовой гамме здесь блесток нет а так если в синей ну то есть если вас интересует можете тоже приглядываться эту палетку тоже полюбила вообще нереально просто красавица очень ее люблю она действительно очень красиво потом вот такая вот тут BH Cosmetics тоже мы все же ее покупали а я как увидела ну боже какая красота ну и это действительно красота качество здесь хорошее просто знаете я что-то думала что просто расхваливает ее потому что может там знаете магазин вот бесплатно да как-то там будет просто пиарят да и все а нет качество здесь вот действительно хорошее мне никто не проплачивал я покупала сама и ну сказать что я ее полюбила это вообще ничего не сказать но она сыпется она сыпется вот посмотрите что чудит фиолетовый оттенок из color pop я его когда вот рассыпала все здесь теперь сбивается постоянно сыпется достала у меня вообще я расстроилась что я его конечно вывалила зачем я это сделала не знаю ну пусть уже так будет далее вот такие вот еще не могу не рассказать это от color intense тоже тени тени глиттеры как они называются глиттер red case номер 107 ой девочки это реально фиолетовый как они наносятся хорошо поверх теней они их не съедают ничего не стягивает ну вообще и сразу заставать вообще крутые тени я так боялась их брать потому что они очень дешево стоят ну блин они крутые они крутые потому что например от lamelle они ну все таки я их не на все тени накладываю потому что они бывает очень капризно себя ведут и этот вот оттеночек тоже вот он фиолетовый идет сейчас я покажу но по сравнению с этим он больше видите розовый какой то вот хотя его называют purple 403 и из новой хуламель вышел еще такой вот 406 он тоже называется purple ну я не знаю где здесь вот где он purple не он какой то вот грязно коричневый ну ну как то вообще не purple просто у каждого человека вот знаете свой взгляд на фиолетовый цвет наверное так я когда ну покупала его я же смотрю purple ну да это то что я люблю когда приходит блин ну где он purple да нет вообще не purple не он ну как по мне он не фиолетовый а вам девочки как он фиолетовый или нет не знаю мне не фиолетовый в общем я этим не довольна и по качеству он хуже например чем вот эти вот с этой линейки ну а не с одной линейки только эти первые вышли они лучше качество а эти уже хуже идут вот и последнее что я вам покажу это вот эта вот палетка у джеффри стар blood last эту палетку я очень долго ждала ну и знаете как говорится ждала ждала и дождалась ой я вообще довольна этой палеткой вот не зря я ее ждала единственное что конечно такая бандура это вообще вот такие вот девочки оттенки здесь я люблю и фиолетовые и розовые и красные вообще все 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 оттенки мне подходят единственное что девочки вот здесь и финиши вот разные имейте ввиду что глаза вот могут подпекать поэтому или век или что что там они пекут не знаю мне они вот дискомфорт буквально несколько секунд потом все нормально и в носке потом я вот сколько насесть сколько хочешь ничего такого нет никакого раздражения у меня нет но все таки знаете лучше поосторожней и девочки у которых чувствительные глазки все таки девочки лучше наверное берите позаботьтесь о своем здоровье своей красоте но тени нереально крутого качества я обожаю это вообще это моя просто любовная любовь люблю эту палетку ну а вообще то девочки вот у меня есть дорогие дешевые палетки я как-то не знаю я не заморачиваюсь у меня не только люкс я люблю все свои палетки и для меня не знаю вот иногда мне хочется вот накраситься сатинами иногда вот под настроение иногда я беру другую палетку иногда вот третью то есть я каждую палетку свою люблю вот потому что в каждой есть изюминка да которая вот она к себе вот эта вот изюминка она манит она привлекает к себе внимание и поэтому я оценю каждую свою палеточку и каждая палетка я крашусь уделяю внимание и крашусь с удовольствием Ну, потому что, знаете, оно как и в жизни, всё-таки главное это, знаете, в жизни главное это увидеть ценность, а не определить цену, правда же? Поэтому учимся, учимся этому, искать ценность в людях, искать ценность во всём. И первое это, девочки, ценить себя. А у меня всё, до новых встреч, люблю вас и увидимся в новых видео. Всем пока!